Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать свою любимую укладку. Укладка с большими крупными локонами от лица, создающая такую прям праздничность и торжественность события. Я ее делаю на какие-то особенные мероприятия. Это волосы, которые помыты и высушены без фена. Они матовые, потому что сам волосок пористый. И естественно, когда ты его сушишь феном, то он сглаживается. Все вот эти поры, которые были на волоске, сглаживаются и отсвечивают. И так от каждого волоска, и получаются блестящие волосы. С этим мне поможет моя старая добрая плойка 38 мм. Да, они 32, но кто использует 32, это на более такие серьезные мероприятия, как свадьба, где ты хочешь, чтобы локоны держались до позднего вечера, берется меньший диаметр, чтобы локон не развивался. Но мне нужна больше легкая пляжная укладка, которая, если разовьется, то будет вообще супер, потому что не будет выглядеть это нарочито сделанным. Поэтому 38 мм сейчас разогревает до 200. Лучше подержать локон на плойке меньшее количество времени, но на большой температуре, нежели вы будете его сушить на 150 градусах, и локон все равно не будет той формы, которую вы хотите. В нашем арсенале желательно, чтобы была щетка с зубчиками, и вот такой вот хвостик с щеточкой, чтобы можно было подчистить какие-то места. Но это так, это уже для суперпедантов, которые хотят, чтобы их прическа выглядела идеально, чтобы убрать и подчистить пушок, который может остаться от начеса. Я обычно пользуюсь жидким лаком Silhouette от Schwarzkopf. Это старый добрый лак, который много, наверное, новых мастеров сейчас уже не любят, потому что есть такие лаки с суперзащитой и суперфиксацией, лаки с микрозащитой. Да, конечно, этот лак сильной фиксацией, и если вы хотите просто, допустим, легкую какую-то фиксацию на все волосы, то есть, чтобы они просто стали пожёстче. И использовать лаки такого типа, как Estelle. Это у меня, кстати, бриллиантовый блеск, но у меня есть такие и обычные лаки для волос. Плойка уже нагрелась, поэтому переходим к разделению, такому легкому, просто на глазик. Начинаю я обычно всегда снизу, так проще всего, и оставляю такой вот нижний, достаточно массивный слой. Лёгкость этой перечёски в том, что она делается реально минут за 20. Его я просто прочесываю, ну, это расчёска щетина, можно взять массажку. Я просто в своё время накупила себе много расчёсок щетин. Дальше я беру прям крупные пряди и сбрызгиваю лаком. Вот минус этого лака в том, что тут вот немного нужно снять старый лак, чтобы он нормально был. Брызгаю, брызгаю опять и прочесываю просто, чтобы не было пушка. Таким образом, пряди перестали быть такими пушистыми. Этот нижний слой мы разделяем на три части. То есть, сзади у меня остаётся, его мы можем накрутить первыми. Беру в правую, в моём случае, руку-плойку, переворачиваю, внизу у меня щипцы, и кладу, кладу на нижнюю прядь. И сзади, из-за того, что мне неудобно, я буду крутить больше самой прядкой, чем щипцами. И просто время от времени, чтобы не оставалось заломов, проворачиваю, немного открываю щипцы, оставляю эту прядь отдыхать и передвигаюсь к прядкам ближе. Беру плойку в правую руку, переворачиваю его вниз щипцами и подвожу по диагонали к прядке. Захватываю щипцы и, начиная уже перекручивать, я немного приоткрываю щипцы и наматываю эту прядку от лица. Хвостик остаётся свободным, но я стараюсь его в эту сторону направить, чтобы не было залома вот в этом месте. Прядку прогреваю до 30 секунд. Сейчас мои кудри выглядят, как будто бы я в 2005 году пошла на выпускной. Но это мы потом всё вычешем, расчешем, либо руками, либо опять же щётками. И такого не будет, будут красивые локоны, даже из такого. Эта прядка большая, я разделяю её на две части, сейчас накручу. Беру удобную, чтобы могла захватывать пальцами щипцы, просто наклоняю в свою сторону. Хвостик захватываю от лица, переворачиваю, из-за того, что у меня держат уже щипцы, я могу спокойно прядку регулировать. Чуть-чуть сдвигаюсь вниз и опять переворачиваю плойку. Ой, хвостик всегда должен оставаться сзади. Советую брать прядки чуть-чуть побольше, чтобы не получилось, как на том видео, я думаю, вы все его видели. Когда у девочки отвалилась прядка из-за того, что она взяла очень маленькую, поставила на большую температуру. И, естественно, она отвалилась, потому что она держала несколько минут одну прядь. Ну, серьезно? Я 30-40 секунд держу большую такую вот прядь, и она что-то хотела сделать с пушковыми волосами у лица. Так, все. В принципе, если вы переживаете за свои прядки, можно сбрызнуть лаком. Второй слой я отделяю вплоть до челки. Вот такой подковой я выделяю челку, а все остальное я буду накручивать. Поэтому я удобно фиксирую волосы на лбу и перехожу к накрутке всего остального. Я беру прядку и немного ее подчешу. И так я сделаю по всей голове, узкой частью этой расческой. Можем не париться и крутить средний пробор в районе скулы, прям начинать. А вот верхний ряд мы будем крутить чуть выше впадины нашей, а прям наивысшей точки скулы. Опять же, не претендуем, что это свадебная какая-то прическа. Мы можем два нижних слоя уже совместить, немного прочесать. Лучше это сделать руками, либо помочь себе щеточкой в каких-то местах, которых вы перелили лаком, к примеру. Кроны должны быть в районе скулы. В районе скулы, запомнили, да? Чтобы сделать локоны еще более объемными, мы берем, просто оттягиваем и фиксируем, когда они направлены в сторону. Они возвращаются в то положение, но уже более объемными. Из-за того, что я фиксировала до этого лака, какие-то кроны еще после фиксировала, то у меня они склеены немного. Еще из-за счет того, что жидкий лак. Поэтому приходит на помощь вот такая щеточка, которая в склееные участки чуть-чуть пушит. И когда они становятся более пушистыми, завиток-то все равно никуда не пропадает. То нам легче из него слепить что-либо. Перехожу к шляпной зоне и зоне челки. Ее я буду разделять способом паркет. Я начинаю с одного диагонального пробора, сделанного хаотично. И от него буду проводить перпендикуляры. Начесываю прядку, накручиваю на объем. И это будет единственная прядка, которая будет накручена другим способом, на объем. Брызгаю лаком и провожу перпендикуляр к другой прядке. Но ее уже накручиваю от лица. Следующую прядь я накручиваю точно так же, а область челки оставляю. Ее можно разделить либо на средний ряд, но я сделала на бок. Лучше делать это зигзагом. Вот такая вот львиная грива у меня получилась. Все с помощью плойки 38 мм. Никакого мошенничества, руки и лак. Самое главное в этой прическе это крутить волосы от лица. Но и не забывать про корень. Потому что корень мы тоже можем приподнять плойкой. Довести это лучше сантиметров на 5, чтобы не было вот так оп-оп. А многие звезды сейчас носят подобные. И это можно будет сделать минут за 20-30. Ну, может быть, часик вы первый раз покопаетесь. Но потом, когда набьете руку, это можно будет делать за 30 минут перед выходом. Локон не тугой, он расслабленный. Есть такая красивая крона от лица, которая просто подчеркивает лицо. То есть это дополняет ваш образ. Ну, вот такое видео у меня получилось. Поэтому подписывайтесь на инстаграм и пишите в комментариях, что вы хотели посмотреть еще. Я обязательно их прочитаю и прислушиваюсь к вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!